здравствуйте мои хорошие мои любимые сегодня мы будем с вами делать пп как это теперь модно говорится пп еду то мы все с вами жарили пар или для семьи а сегодня будем для себя любимых буду делать сегодня фаршированные баклажаны лично для себя вот прям никого не подпущу делать это все очень просто быстро мы их сегодня с вами на фаршируем и будем есть да еще ни один день то есть как бы это еще и впрок что очень хорошо делается они принципе не сложно быстро очень вкусно но и полезно конечно мы же с вами худеем девочки кто хотел со мной худеть писали ну так вот мы с вами худеем и я надеюсь вы не забыли я не забыл так что давайте сделаем на фаршируем наши баклажанчики набор продуктов для моего личного блюда в общем то незамысловатый я буду делать три баклажана беру один перчик смотрите как у меня оранжевый красивый 2 луковицы немножко чеснока пачку петрушки нашла какой-то старенький один помидор тоже пойдет он с нами в тушение наберу 300 грамм деликатесного куриного фарша он маложирный не все 95 калорий на 100 грамм но и для посыпки сыра без него я никуда как вы правильно заметили этот у меня натертый и обычный твердый натертый и этот сыр синий плесень это будет за место соли немножечко сверху в общем все очень просто баклажана мы сейчас будем врезать вдоль вдоль их разрезаем на такие как будем делать с вами лодочки в общем ничего здесь нового как говорится такого нет ой кто здесь у меня прибежал кто у меня здесь примчался ну конечно да баклажан ура ты очень хотел я знаю да ты хотел баклажанов да хотел вот я на тебя засмотрелась даже не ровно нарезала он сари какие чего не очень да а что ты так равнодушно смотришь на баклажаны так разрезаем все вдоль и будем оттуда удалять серединку я даже вот это вот как это подножку подложку не удаляю ну что маркиз я смотрю ты очень разочарован да вот такие у нас получается баклажаны теперь всю серединку оттуда мы удаляем я их в отдельную мисочку выскребаю всю эту середку но только так чтобы не поранить стенки донышко они ну с вами еще пригодятся нашла какую-то маленькую такую керамическую ложечку я ею намешиваю маски себе и хорошо вот могут быть приспособилась выскребать сердцевинку всю эту сердцевину мы сюда в отдельную миску почистила баклажаны всю сердцевину вынула теперь солю их чтоб они отдали всю горечь с солью с этим соком который будет минут на 30 я их оставляю потом это все вы моим удалим всю эту соль вот начинку начинку заливаю водой холодной водой тоже на эти же 30 минут пока баклажаны у нас отмачиваются на засаливаются режем лук но я так меленько мелко чеснок перец тоже очищаем прямо брызжет с него сок какой хорош желтенький все это вырезаем и тоже его нарезаем как лук сюда по чесноку и клубом несколько семечек перегородок чуть остается пускай специально не буду удалять говорят что это полезно ох его знает так это тоже режем обычными кубиками как запахло зеленью баклажанами перцем так приятно знаете и яркие цвета здесь настроение поднимается но такая картинка у нас с вами получается с помидорчика надо будет снять шкурку у меня вообще какой-то такой сочники старенький сочники с ним вам просто задираем шкурка его даже бланшировать не буду между прочим шкурка так тоже слезает запросто все нарезала вот такая у нас получается кучки такие лук чеснок перчик и помидор зелень нашу петрушку я вот этими ножницами много раз показывала вам какими легко нарезать нет это не реклама это не у меня просто в шкафу лежат когда-то с какого-то каталога увидела купил как-то знаете перестали приходить каталоги домой это связи с пандемией что ли что-то ничего нету раньше было как-то у все время каталоги так петрушка у нас с вами тоже на друга на и ставим сковородку или я такой взяла как как говорится корыто побольше растительного масла немножечко сковородку капельку и будем с вами жарить все сначала овощи и потом к ним добавим куриного фарша а пока ой как с пахнет хорошо а пока все вот это идем жарить жарить немножечко масло и всю нашу красоте еще он отправляем сюда немножечко обжариваю немножечко все обжарилась добавляю сюда пачку нашего фарша куриного целую это 300 грамм вот здесь пока все жарится можно заняться нашими внутренностями баклажан если 30 минут прошло тогда можно 30 минут прошло отжимаем внутренности слава богу не свои а баклажанов садика и вода коричневая и теперь будем нарезать это небольшими кусочками и отправлять вместе все это с к нашим овощам к фаршу туда сковородку теперь все это нарезаем так достаточно мелко все так так нарезала все все внутренности баклажанов и теперь я к общей сковородке их приобщу здесь уже так все более-менее красиво так все это тоже перемешиваем ну вот пусть потушиться на небольшом огне зелень как вы заметили я еще не клала какие-то два крупных надо их не скрылись от меня моего ножа так это фарш это буквально этим не различить и курицу от фарша как-то вообще не так а все одинаково не вижу разницы где курица где фарш так все тушится мы тем временем прошло время будем промывать наши баклажаны чистой водой чтобы всю эту горечь и вот эту вот всю жидкость горькую слить вымыть пока я и форму уже готовлю стилю все-таки бумагу можно уже сюда выкладывать наши промытые баклажаны так вот выложила их ждут они своего часа пока можно натереть сыр на терке у кого не натерт а мы у меня сыр уже натерт а вот этот с плесенью который дорвлю сюда немножечко порежем совсем немножко такими легкими кубиками чтобы он придал пикантность так совсем чуть-чуть на каждую баклажан соли положу очень мало потому что у нас самый сыр соленый соль черный перец сюда пойдет вот у меня такой тоже наверно сильно много не надо так какой дух сразу перец какое яркое блюдо это пешное как говорят правильную стане дали как там пышная вот еще сюда я знаете положил я очень люблю прованские травы поэтому прованских траву я сюда конечно большим удовольствием положу у меня даже пачка кончилась так все перемешиваем тушим еще 5-10 минут капельку остужаем и можно раскладывать на наши лодочки в наши лодочки баклажаны духовку поставила на 180 градусов вверх вниз под конец кладем нашу зелень перемешиваем считайте можно выключать чуть-чуть дойдет остынет ну хоть немножко с так и можно раскладывать да вы правильно заметили что я очень люблю сыр поэтому я подумал что этого будет наверно недостаточно поэтому все ножка еще твердого натер держался так начинка готова раскладываем ее горячей еще ну да бог с ним раскладываем ее в наши лодочки наполняем духовку у нас уже готова готова начинка наша легла вся у меня ушла ровно ровно прям пустая там сковородка теперь сыром у меня получится разных сортов три сорта получается сыром у меня здесь так теперь в конце положим вот наш совсем немножечко сыр синий плесень и отправляем духовку на 180 градусов вверх вниз ну вот и все можно ставить время вышло но смотрите что у нас с вами получается но разве не здорово но разве не аппетитно и главное что здесь надолго намного хватит если конечно не растащит но не будем подпускать своей кормушки миски никого посторонних так давайте выкладывать и пробовать специально для на этой цели я купила такую длинную тарелку давайте попробуем с вами очаровательно сверху еще зеленая ручка давайте разрезать и пробовать сук потек уже сочный очень видно сочный потрясающе очень 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 вкусно сочно и баклажан сам совершенно мягкий хотя мы его даже не отваривали слушайте блеск не побоюсь этого слова шикарно прекрасно вышло рекомендую с чистой совестью с чистой душой советую всем готовить вот этот вот вот это вот блюдо очень вкусно сочно ничего сухого нет и очень мягкий баклажан не горчит ничего нисколько абсолютно клала мало соли и не чувствуется что мало потому что немножко попадает сыр и он это сглаживает очень вкусное легкое блюдо не знаю я сама себя сам себя не похвалишь никто не похвалит поэтому я себе ставлю твердую пятерку за это для самой себя мне очень нравится очень вкусно получилось еще раз скажу очень очень вкусно и в принципе просто и не так уж долго и главное что это надолго что не надо будет каждый день стоять и чего-то там себе крошить да или что-то делать общем не знаю мне понравилось может быть вы тоже кто-то приготовит вам тоже это поможет или просто кто хочет приготовить кто-то похудеть кто-то приготовить питаться здорово перейти или смотреть хотя бы в сторону здорового питания если не можем смотреть хотя бы ляжем и будем лежать в сторону здоровья и здорово сейчас благодарю вас за внимание подписывайтесь пожалуйста на канал ставьте лайки этому видео делайте репосты и всего вам хорошего здоровья счастья а тем кто худеет минусы на весах пока пока